Музей под открытым небом Никто не видит, что мы там делаем Я, например, доила коз каждый день Потому что у нас довольно много животных У нас есть овцы, у нас есть лошади У нас есть кролики У нас есть козы То есть, если что, ваши навыки могут пригодиться В секторе сельского хозяйства Где говорят о нехватке рабочих рук Да, 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 действительно Но у нас люди, которые занимаются обычно тем Что заботятся о животном Они довольно в таком возрасте Ну, группа риска, короче И поэтому мы все как-то распределились Так, что у всех были свои новые занятия И я действительно занималась Разными животными Слава богу, коз надо дать один раз в день Не как коровь два раза И не совсем рано Надо поэтому на работу ехать Но и с лошадями надо гулять Я с ними ничего не делала Потому что я просто не умею Но кучер работал каждый день И многие люди работали так же И просто сидели поодиночку в кабинете И, конечно, надо было еще колоть трава И починить всякие заборы Поэтому у нас дела было много Сначала было очень странно, что посетителей нет Куда все пропали Но потом привыкли к этому Но сейчас все равно очень радостно Когда люди все-таки гуляют Улыбаются, солнце светит Как-то намного радостнее сейчас Ну, понятное дело, что в музее под открытым небом Не только сама по себе природа и натуральное хозяйство Хорошо, у вас еще много мероприятий было запланировано Сколько пришлось отменить, сколько перенести на другое время На самом деле мы ничего не отменили В этом смысле, что люди не могли приходить в музеи Но все это было в виртуальном мире У нас была Пасха Как православная Пасха, так и лутерианская Пасха Люди могли посмотреть разные ролики в интернете, в фейсбуке Как, например, мастерить какие-то пасхальные игрушки Как готовить кулич староверческий Как готовить пасу И поэтому люди все-таки могли участвовать в этом И мы выбрали даже самое красивое яйцо И, в принципе, мы не отменили ничего Мы все работали Те, которые работали дома Тоже каждый день занимались тем, чтобы люди все-таки не забыли Про праздники народного календаря 2 мая, когда открылись двери Народ сразу хлынул к вам Или еще с осторожностью люди Да, музей был только один час закрыт Когда уже в музее было больше 100 человек И за два дня, за субботу и воскресенье Больше 700 людей приходили в музей Вы считаете на входе, чтобы больше определенного количества Внутрь не проходило, да, на территории? Да, но на самом деле не было такого Что слишком много народу было У нас все-таки 72 гектара Свободного воздуха Открытого воздуха Поэтому там можно легко так гулять Что даже не видишь других людей Если там даже 700 человек Одновременно находятся В принципе, можно так гулять, что Это 10 человек на гектар Больше чем 2 метра все-таки расстояние Поэтому у нас таких проблем пока не было Ну а что могли делать люди? То есть просто гулять по дорожкам Смотреть, что происходит вокруг Поскольку у вас есть все-таки магазин У вас есть хутора Есть деревенская школа Вот эти здания, они были закрыты или открыты? Да, они были закрыты Только в кассе магазин, который работает Он открытый был И на самом деле люди довольно покупали Всякие вещи Потому что люди, наверное, давно не были в магазинах И хотят купить что-то красивое себе Но сельский магазин закрыт И действительно школа закрыта Корчма закрыта, наверное Да, нет, корчма открыта У нас есть окошко Откуда люди А то с собой можно будет брать Да, и у нас на улице можно тоже кушать Рядом с корчмой есть столики, стулья И там, в принципе, можно кушать Так что 2 метра будет дистанция Но на самом деле Возле каждого хутора, который сейчас закрыт Можно почитать, что там внутри Можно себе скачать аудиогид Посмотреть, какие люди там жили Чем они занимались Поэтому очень-очень много Всякую информацию можно почитать И посмотреть просто в виртуальном мире Почему говорится о том, что дворы музея Будут открыты до 17 мая? А что после? Они на самом деле Откроются только 19 мая Потому что 18 мая Это международный день музеев И тогда все музеи будут бесплатные И мы солидарны с другими музеями И экспозиция, полная экспозиция Наши все хутора Будут открыты с 19 мая все-таки А, то есть просто 17 обозначено Как некий такой переломный момент Да, тогда можно их открывать Но это значит, что после этого Они будут закрыты Насколько деятельность музея Зависит от того От продажи билетов, например От того, сколько посетителей приходит Потому что вот вести вот это натуральное хозяйство С лошадьми, коровами и козами Овцами В общем, недешевое удовольствие Да, это очень недешевое удовольствие Значит, у нас все это время Были большие расходы Но доходов никаких не было Поэтому, конечно, мы тоже Этот кризис очень тяжело И нельзя сказать, что пережили Это все еще впереди Потому что в этом году У нас и не будет иностранных посетителей Потому что все равно Все границы еще закрыты Если даже они открываются Я думаю, что люди не сразу будут куда-то путешествовать Потому что все все-таки боятся Поэтому самое тяжелое, наверное, еще впереди И, конечно, у нас сократили тоже зарплату И везде попробуем экономить Где только можно А какую часть посетителей Музея под открытым небом Ворок Кальмара составляли иностранцы? Очень большую часть К сожалению, я не могу сказать проценты Но летом Самую большую часть именно есть иностранцы Очень много немцев к нам приезжает Очень много русских туристов В последнее время много финских туристов Еще испанцев, итальянцев И плюс еще из Азии очень много туристов Их в этом году точно не будет Но мы для того, чтобы местным людям Там интересно было Чтобы местные люди, которые живут в Эстонии Могли там увидеть что-то такое Что они раньше не увидели Мы придумали очень-очень много Всяких интересных действий Там три раза в день будут мастер-классы В каждом хуторе Можно что-то мастерить, можно что-то узнать Можно что-то готовить Плюс еще один раз в неделю будет день хутора Когда будет настоящий сенокос Будем с людьми колоть трава Показываем всякие старинные навыки Поэтому я думаю, что местным людям Стоит к нам приходить обязательно А виртуальные туры, как некоторые другие музеи Вы тоже придумываете? Да, да, у нас уже давно идут виртуальные туры Мы сами ходим с телефоном или с компьютером То есть это не кризис подтолкнуло Это уже было? Нет, на самом деле это после кризиса Все-таки начали заказывать именно виртуальные туры Но некоторые привыкли Потому что у нас Мы сотрудничаем с домами эстонского языка И, например, с Эйсти институт И там люди живут везде И им даже легче через виртуальный тур Познакомиться с музеем Чем приходить Потому что все не могут приходить туда И поэтому мы продолжаем В этой деятельности тоже И Иванов день Как всякие крупные мероприятия Их отменили в таком количестве Как они раньше были Но Иванов день у нас все-таки будет Но будет тоже в виртуальном мире Значит, если будете праздновать дома Или с друзьями Иванов день Откройте компьютер И там будет прямо В реальном времени Будет такой же Иванов день Костер будет Показываем, как разные времена Праздновали этот праздник Поэтому мы готовимся к Иванову дню все равно Ну, до Иванова дня еще далеко Там может еще что-то поменяется Эйни Кисовиаль была у нас в гостях Руководитель центра многонациональной Эстонии При музее под открытым небом Рок Кальмара Спасибо 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 Спасибо